Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в учебный центр компании Аквасистом. Хочу познакомить вас с интересной металлочерепицей, которая называется модульная металлочерепица. Александр, руководитель технического отдела компании Аквасистом, расскажет про преимущества модульной металлочерепицы. Правильно? Модульная же, да? Да, правильно. Всем привет еще раз. Действительно, это модульная металлочерепица. Все мы привыкли в основном видеть обычную классическую металлочерепицу на кровле. Но сегодня хотим рассказать вам про новый продукт, относительно новый для рынка. Это модульная металлочерепица, которая на наш взгляд, и я думаю, что и на взгляд Павла тоже. Да, мне вообще модульная металлочерепица очень нравится. Мое личное такое субъективное мнение, что на рынке должна быть только модульная металлочерепица. Мы его называем продукт будущего. Продукт будущего. За ним будущее, да, кровельного рынка. И я вкратце вам расскажу об особенностях, в первую очередь, модульной черепицы. Чем отличается модульная металлочерепица от классической металлочерепицы? Классическая металлочерепица – это, по сути, лист, который спрофилирован и имеет разную длину. Правильно, Павел? Там до 6 метров. До 6 метров катают. Модульная металлочерепица, в зависимости... Ну, из самого названия, да, это понятно, что она модульная. То есть, она кратна к определенному модулю. То есть, у нее принят стандарт двухрядный или двухволновый, его еще называют, да. Вот он, стандартная длина листа. Один модуль или один ряд, он равен 350 миллиметров, как у стандартной металлочерепицы. Соответственно, двухрядная – это 700 миллиметров чистой длины. Есть, конечно же, еще половинчатые листы. То есть, здесь длина 350, они больше как доборные тут элементы. То есть, значит, такой небольшой лист можно прокатать? Такой тоже можем, да, но в основном катаем и держим на складе. Это стандартные двухволновые листы. В чем преимущество? Ну, преимуществ здесь, на самом деле, много. Первое преимущество – это то, что единый размер. Например, здесь мы имеем преимущество в, ну, в первых, в расчете, да. То есть, нам не надо рассчитывать специальные программы. Единый размер листа – это, по сути, как гибкую черепицу. Сколько у него полезная площадь? Полезная площадь в зависимости от профиля, либо 0,77, либо 0,79 квадратных метров. То есть, получается, мы берем 100 квадратных метров, если у нас, скажем, 100 квадратных метров и делим на 0,79, правильно? Да, да, 0,79 и получаем количество листов. Ну, просто какой-нибудь большой запасик. 5% на отходы и получаем количество листов на кровле. Это первое. Второй момент плюс, что, так как он одноформатный, эти листы укладываются на поддон, европоддон. Европоддон размер метр на метр двадцать. И на этот поддон у нас уходит 250 листов. То есть, сколько квадратных метров? Это почти 200 квадратных метров. То есть, 200 квадратных на одном поддоне, это по логистике, получается, удобно перевозить? И перевозить удобно, и хранить удобно, если кому-то, да, для дерева. И удобно хранить на объекте. То есть, как вот, как строитель, наверное, знаете, да, если металлочерепица приходит на объект, какие у нее, какую площадь она занимает на объектах. Она занимает большую. А если еще длины листов разные, там, это приходится весь объект, весь... Сюда положи, туда положи, да. Всю площадь занимает эти листы. Ну и монтировать, конечно, длинные листы. Если там, например, лист какой-нибудь пятиметровый, там, или шестиметровый, нужно... Ну, чтобы профессионально его поднять наверх, нужно определенное количество людей. Да, здесь... Минимум шесть человек. Один из плюсов, конечно же, это монтаж, подъем на кровлю. Здесь один человек легко может с этим справиться. То есть, в принципе, эту кровлю можно монтировать в одиночку, в отличие от классической металлочерепицы. Ну, вот мне вот это и нравится, потому что у меня бригада 2-3 человека. И, условно, если ты используешь модульную металлочерепицу, тебе не надо 28 человек в бригаде. То есть, вот, свою стандартную бригаду беру, там, 3 человека обычно у нас на кровле работают. То есть, им легко монтировать, монтировать вот эту кровлю. То есть, вот, мне вот из-за этого очень нравится. Ну, во-первых, разгрузка у нее получается. Надо небольшое количество людей монтаж, подъем наверх тоже небольшое количество людей. Да, логистика это тоже большой плюс. Мобильность. Потому что мы можем на газели, по сути, всю кровлю, да, в отличие от длинных листов. Действительно, разгрузка там вдвоем, это легко можно снять с машины. Потом, если вдруг не хватило листов, да, всегда можно докупить 2-3 листа и привезти на обычном легковом машине. Да, прораб это быстренько подвезет, не нужно заказывать отдельную машину, что тоже, несомненно, плюс. Это что касается размеров листов. Здесь еще есть момент, особенность, так скажем, да, именно модульный металлочерепица Aqua System. Если мы уже переходим к нашему продукту, да, здесь вот, если вы видите, в верхней части листа есть такие, так называемый, скрытый клямер. В процессе монтажа мы покажем, как он работает. Но суть его заключается в том, что он производится в процессе производства листа. То есть уже клямер интегрирован. При профилировке, да? Да, при профилировке листа, все верно. И он, когда мы смонтируем лист, вот этого крепления не будет видно на кровле. То есть он накроется следующим листом. То есть это скрытый крепеж такой. То есть, по сути, это, да, скрытый крепеж, который, несомненно, во-первых, нам придаст дополнительную эстетику. То есть мы не увидим эти саморезы на кровле. А во-вторых, что самое важное, на мой взгляд, это повышенная надежность этой кровли. Потому что крепеж у вас скрыт, саморезы не видно. На обычные саморезы, да? Здесь, да, мы рекомендуем использовать обычные саморезы кровельные. То есть и сюда, и низ листа, который крепится в торец, а также монтируется обычными саморезами. Александр, подскажите, вот я вижу два вида здесь профиля. Есть вот такой, который напоминает мне чем-то монтере, и есть такой более интересный, который напоминает мне натуральную металлочерепицу. Ой, натуральную черепицу. Ну, на самом деле, по мне так они оба напоминают натуральную черепицу. Даже вот этот классический профиль, как говорить правильно, монтерей, на рынке, это название так-то прилипло, я говорю, к этому профилю. От финнов пошло. Мы его называем профиль Стокгольм. Здесь отличие от классического монтерея, если вот поднимем, да, мы увидим более высокую ступеньку. Сколько здесь высота? У классического монтерея, как правило, там 15-15 миллиметров, да. У нас здесь высота 30 миллиметров, то есть что в два раза больше. Это уже более интересный вариант, да? За счет этого, казалось бы, стандартный профиль монтерей приобретает вид очень красивого и оригинального профиля, который максимально имитирует натуральную черепицу в классическом профиле. Многим заказчикам этот профиль нравится, которые хотят именно подобие классической черепицы, да? Профиль Стокгольм называется. А второй? Второй профиль, это профиль Гёте-Борг. Действительно, вот этот профиль уже оригинальный. Здесь мы видим, во-первых, он симметричный, в отличие от предыдущего, да, имеет дополнительно три ребра жесткости в верхней части. Ну, это декоративные, да, они больше? Ну, они и декоративные, и, по сути, дополнительно на груз, то есть дополнительно жесткость придает листу. Высота тоже 30? Высота также 30 миллиметров. На самом деле, сейчас чуть попозже скажу, еще у нас новый профиль, сейчас мы начали, презентуемся в ближайшее время. Если этот профиль Гёте-Борг стандартный идет, то у нас есть еще профиль Гёте-Борг XL. Ну, это сразу можем его показать. Правильно сказать, даже не XL, а 2XL. 2XL? 2XL. Почему 2XL, сейчас скажу. То есть здесь мы увеличили, во-первых, длину, длину волны, да? Сколько она здесь? Здесь 400. Там 350, здесь 400. И увеличили до максимума, который возможен, высота ступеньки 35 миллиметров. То есть это действительно такой 2XL для каких-то больших объектов, или кто-то любит побольше, как говорится. И два замка, я смотрю, здесь и там, да, у него получается? Да, он симметричный профиль, соответственно, его можно как слева направо монтировать, так и справа налево монтировать, нахлёст делать, да? За счет симметрии здесь есть некоторые плюсы. Ну, во-первых, это монтаж, вы горизонтальные листы можете укладывать слева направо, удобнее. И, во-вторых, на мой взгляд, наиболее важное преимущество, это вы можете следующий ряд смещать относительно предыдущего 1 на 2 на 3 волны. Это вот именно у этого? Вот у этого симметричного профиля, да. И у этого тоже? Если взять несимметричный, да, у этого, да. Вот когда взять Гёте Стокгольм, у него несимметричный профиль, он имеет, давайте еще покажем его, он имеет ярко выраженную такую капиллярную канавку, да? Как у классической металлочерепицы. За счет этого эта сторона у нас всегда должна быть скрыта. То есть мы здесь не имеем возможности слева направо, справа налево монтировать. И не имеем возможности смещать следующий ряд относительно предыдущего на 1-2 волны. У Гёте Борга за счет того, что симметричная волна, мы можем это делать. Гёте Борга, конечно, более, мне кажется, интересный. Гёте Борга, ну, более, да, такой интересный универсальный профиль, который на сложных кровлях особенно, он вам даст большие преимущества в плане экономии. То есть за счет того, что вы можете смещать влево-вправо на 1-2 волны, у вас минимум резов, да, получается. То есть вы следующий ряд относительно предыдущего смещаете, и вот на этом треугольнике на хребте или в Яндове у вас получается минимум отходов. То есть здесь мы, когда расчеты делаем, отходов, которые остаются после резки, там их максимум 3-4%. Здесь в этом профиле 5-7%. Друзья, так как мы находимся в учебном центре Аквасистом, обязательно нужно, конечно же, показать монтаж, нюансы монтажа. Показывать монтаж будет Сергей, это технический специалист компании Аквасистом. Он покажет, какие есть нюансы в монтаже модульной металлочерепицы. Поговорим об особенностях монтажа модульной металлочерепицы. Все привыкли к классической металлочерепице, к шагу обрешетки, которые наиболее управляли на шерунке. Это 35 см, либо 350 мм по осям, кому как удобно. С чего начинается монтаж обычной металлочерепицы, мы с вами знаем, да. С чего начинается монтаж модульной черепицы, мы сейчас с вами посмотрим. Специфика начинается с монтажа именно первого ряда, либо кронштейнов начального ряда. Если на мерной черепице мы привыкли, что для компенсации падения волны мы подкладываем 8-10 мм под карнизную планку, в данном случае карнизная планка ложится на шаговую брешетку. Та брешетка, которую вы видите у меня за спиной, это компенсатор. Для чего нужна дополнительная рейка, мы сейчас с вами видим. Я смонтирую кронштейны начального ряда, это специфика монтажа модульной металлочерепицы. Монтируется обычными кровельными саморезами, либо обычными саморезами с пресс-шабой, в зависимости от того, чем вам удобнее. Мы с вами смонтировали кронштейны начального ряда. С каким шагом? Шаг соответствует расстоянию межосевого по гребню через волну. Шаг 450 мм, это для Гетебурга. И вернемся вот к этой доске, потому что возникают вопросы, а для чего же она нужна? У нас лист металлочерепицы, в отличие от мерной черепицы, опирается на кронштейны начального ряда. Монтажники должны передвигаться по кровле. И чтобы не продавить в этой зоне металлочерепицу, ставится вот это на дополнительный брусок. Дополнительный брусок ставится только на первый ряд, потому что металлочерепица нижней частью своей опирается на кронштейны начального ряда. В дальнейшем она ложится на шаговую обрешетку И нет необходимости в данном бруске Теперь мы с вами поговорим о саморезах О специфике монтажа модульной черепицы первого ряда В верхней части листа имеются просечки Так называемые клямеры К ним мы подойдем чуть позже Для начала мы смонтируем лист на кронштейнах начального ряда Специфика монтажа модульной металлочерепицы Только для начального ряда Мы крепим нижнюю часть на кронштейны начального ряда В металлочерепице, чуть дальше мы с вами видим Имеется просечка, которая делается сразу на линии на заводе Для облегчения монтажа самореза Саморезы мы используем либо кровельные металлочерепичные 28-35 Либо металл-металл Устанавливаем металлочерепицу Чтобы она совпалась И в центр вертикально крепим саморез Есть два варианта крепления клямера Это можно сделать пальцем, загнув его по плоскости И создав плоскость параллельно шаговой обрешетке Поскольку у меня пальцы слабые, я это делаю обычной насадкой Ставим насадку и продавливаем быстро, легко В готовый клямер мы с вами устанавливаем саморез И также идем дальше по всей длине Если необходимо ставить в каждой Нет необходимости, достаточно поставить трех Клямеры здесь сделаны дополнительные Для чего? Если мы с вами лист режем пополам Либо режем одну треть, чтобы у вас были готовы клямеры Для крепления дальнейших листов Горизонтальное соединение листов Как он осуществляется? Варианты Съездим, что у нас профиль симметричный Мы с вами можем как накладывать сверху Так и подсовывать снизу Для того, чтобы сделать соединение листов Для того, чтобы видеть качество соединения Я положу лист не снизу, а сверху Но, как вы убедились, можно укладывать и с подсовыванием И с накладыванием сверху Лист при горизонтальном соединении Также прокручиваем сначала в кронштейн начального ряда Как и на мерной черепице Мы с вами также покручиваем место соединения двух листов Аналогично тому, что мы делали первый лист Мы также прокручиваем вершину второго листа Продавливаем клеймером, насадкой Для крепления саморезов Как видите, я здесь делаю через один И заворачиваем саморез Мы сфандировали с вами горизонтальный стык В данном случае по местам соединения мы поставили по саморезу Здесь саморезы не ставим Потому что следующий металл черепица Будет монтироваться и накладываться на эти модули Сейчас мы рассмотрим с вами вариант крепления листов вверх Чем оно отличается от обычной, привычной мерной металл черепицы В данном случае мы саморезы крепим в торец Не как обычно мы привыкли крепить вниз листа, а в торец Даже если плохо у вас прокручен саморез Не плотно прилегает резинка Вода будет уходить вниз Она не будет попадать на шаговую обрешетку И обрешетка шаговая не будет гнить Лист мы также сможем с вами сместить на одну волну В нужном нам направлении Если у нас с вами вальмовая крыша Также можно сместить на две волны На три, на то, сколько нам удобно Осуществляем крепеж в торец листа Вот и отличие профиля Монтерей К которому мы все привыкли От Гетебург Мы с вами сместили на два модуля влево Тем самым сэкономим отрезанную металлочерепицу Если у нас с вами здесь будет вальма В заключении хочу сказать Мы рассмотрели с вами специфику монтажа модульной металлочерепицы Какие же плюсы мы с вами увидели? Бригада уменьшается на двух человек Один на кровле Другой внизу цепляет на веревку И мы подаем Второй плюс У нас нет раскладки листов Как мы привыкли к мерной черепице Мы берем схему кровли Смотрим, куда идет эта длина Куда это, куда это Раскладываем все это на земле Строим дополнительные приспособления Для того, чтобы длинномер поднимать на кровлю Даже при небольшой ветре Длинномер у нас начинает парусить и летать Здесь размер черепицы минимален Но удобен для монтажа Мы экономим на резке металлочерепицы Мы можем смещать влево-вправо У нас есть предварительно просечка кляймеров Нам не надо этого делать То есть мы сместили лист Обрезали его и смонтировали Перевозка металлочерепицы Мы можем приехать на автомобиле с прицепом И привезти это все на своем автомобильчике Если у нас небольшая площадь кровли Нам не нужна газель Привезли на прицепе Разгрузили, соскладировали Занимает минимум места на объекте Теперь о саморезах Как вы увидели У нас нет горизонтального крепления самореза Иногда же бывают проблемы у кровельщик Когда попадает саморез в сучок А усилие неправильно выставлено на шуруповерте И саморез не докручен Начинает попадать вода под него Начинает гнить шаговая брешетка Через какое-то время Саморез просто можно будет вытащить пальцем В данном случае мы крепим металл Даже тот металл, который у нас прикреплен к шаговой брешетке Он у нас закрыт следующим листом Если мы с вами ошиблись Не докрутили саморез И вода начинает попадать под шляпку самореза В любом случае она стремится по металлу Уйти за пределы кровельного покрытия Не попадая на силовую конструкцию То есть на шаговую брешетку Преимущество данного модуля Что мы с вами металлочерепицу можем монтировать И справа налево И слева направо И со смещением на одну, на две, на три волны На что это не влияет? На качество не влияет На эстетику не влияет Экономия Друзья, и в завершении нашей встречи Рекомендую Покупайте модульную металлочерепицу Монтируйте и не знайте проблем Удачи вам!